Мы продолжаем спортивную тему. В гостях у нас сегодня организатор проекта паспорт болельщика Станислав Брыков. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, что за акция, что за паспорт, для чего он нужен и как его получить? Ну, мы этот паспорт придумали для того, чтобы стать причастным к большому событию, которое будет у нас, да, летом это чемпионат мира по футболу. Все мы знаем, что чемпионат мира проходит, так сказать, далеко, и у каждого человека есть такое небольшое сожаление, что он, наверное, не сможет попасть или как сделать так, чтобы быть причастным к этому. Мы, собственно, разработали такую вещь, как паспорт болельщика. Человек будет получать паспорт, и у него есть возможность прийти на стадион, на центральный стадион и посмотреть на большом экране, на большой сцене под хорошим звуком, в хорошей компании, прямо на газончике. Собственно, посмотрите от начала до конца. То есть быть в центре события в этот момент. Футбольную трансляцию, да. Я скажу, что это не просто даже, так сказать, какая-то маленькая идея. Сейчас большая команда над этим работает. Это Министерство спорта и молодежной политики в лице Вячеслава Анатольевича Домицырунова, который, если вы помните, две недели назад поддержал, а сейчас это уже, можно сказать, все официально родилось. Также это наш генеральный партнер «Мегатехника». Они помогают нам в реализации этого проекта. Очень много будет различных сюрпризов, в том плане, что это будет и концерт, и будет фудкор-зоны, это будут детские зоны, когда можно смотреть. Очень насыщенная развлекательная программа, да? Когда можно смотреть, а твои дети отдыхают, а супруга что-то кушает, а ты наслаждаешься футболом. Вот, кстати, как получить паспорт? Где его можно получить и сколько стоит? Да, начнем с того, что это все бесплатно, да, в рамках чемпионата, да, это самое главное, что это бесплатно для всех, но нужно пройти небольшую процедуру. Как это будет происходить? С 16 февраля по 11 марта мы в торговых центрах, это «Пионер», «Пиплспарк», торгового центра «Саган Марин» и еще одна точка, которая периодически меняется, пока на данный момент, да, 4 пункта, да, человек должен туда прийти и там оставить заявку на желание получить паспорт болельщика. Он туда приходит, он туда обязательно должен прийти с паспортом, чтобы у нас было, так сказать, с чем сверить, это же все-таки для безопасности, чтобы мы знали, когда у нас крайбаза данных и все такое. Человек оставляет заявку, человек оставляет заявку, эта заявка регистрируется на нашем сайте, и, собственно, буквально через 2-3 недели, а мы это еще решили соединить с приятным полезным 18 марта на выборах, человек уже практически у себя дома или возле дома, мы специально сделали такую удобную сетку, он может получить этот паспорт и 14 июня, и 25 июня прийти на большой футбол. Ну, а какие еще привилегии ждут болельщиков, мы поговорили в программе «Актуальная тема». На этом все, мы продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова